8-1 Раницы. Участок для голосования номер 19, Гомельской центральной выборчей округи номер 33. Первый сюда приходит старшиня областного совета депутатов Косярына Зянкевич. Кажется, что не глядяши на выходный день, у ЯЕ шмат справ, а тому удел в выборах вырешила принять с самой Раницы. Як депутат, я надобро ведая, у яким напруженном ритме придется працовать парламентариям 7-го скликания. Заходящи с этого и робить выбор. Это каждодневный труд без выходных, без отпуска, когда решаются судьбы наших людей, нашей страны. Естественно, на уровне палаты представителей принимается ряд законодательств, которые сегодня улучшают жизнь нашего населения. Сгодно с дадзинами Центрвыбаркама, на Гомельшине удел у детерминовым голосовании приняли амаль 40% выборщиков. Это самый высокий показчик сярод региону Беларуси. Старшиня Гомельска Агарвы-Канкама Петр Кирыченко на участок для голосования приходит сёння. Прозвища претендента, за якого отдав голос, не называя, але запевнивая, что гэта саправды достойный человек. Послеча Гоу сгадывая свои самые первые выборы. Это было очень давно, но я не помню, как это было в деталях, но помню, что мне тогда, что очень запомнилось, вручили книгу, потому что я впервые голосовал, и всем тем, кто голосовал впервые, вручались какие-то маленькие сувениры. Мне досталась книга. Ну, вообще, я считаю, это, безусловно, очень важное политическое мероприятие, ответственное мероприятие, потому что мы избираем своих представителей высшей законодательной органы страны. Они будут представлять интересы гомельчан. И, конечно, как и все, я сегодня пришел, чтобы выбрать наиболее достойного. Старшиня Абелликан Кама Геннадь Соловей голосует на участку номер 17 Гомельской центральной выборчей округи номер 33. Предъявление членам комиссии пашпорта и отримания бюллетеня, у яке унесены 6 прозвищов кандидатов у депутаты Палаты представников Национального Схода Украины. Просхвиліну бюллетень опускается у урну для голосования. Я голосую за баланс стабильности и прогресса, за мудрость профессионалов, за их результаты, коллективы, предприятия. За последние 25 лет в нашей государстве стабильно развивается наша экономика, стабильно развивается государство. И как реальному сектору экономики отделяется внимание, так и социальному направлению. У Мирской области есть свои бренды, это бренд на ведение правительства на земле. Уже 12 наших городов обустроено, и тогда работа продолжается. Это уже традиция. Старшиня облавыканками веншует молодых людей, которые в первую очередь приняли у дел в выборах. З оружием подарков, среди которых новое выдание об Гомельской области. Про несколько минут Геннадь Соловей знакомится с научными распространениями молодых ученых. Особливая увага проекту «Хутор Мебиуса». В прошлом месяце этот проект занял другое место на 5-м международном конкурсе «Интернет плюс», который проходил в Китае. По успех тем более значный, что в делу конкурсе приняли 4,5 миллиона студентов со 124 краин цвета. Кировник проекта Алексей Зайцев рассказывает об тем, где и как может выкористовываться эта распроцовка. Данное устройство облегчит жизнь фермеров и работников сельского хозяйства, так как установленные метеостанции смогут в любое время пересылать данные о параметрах почвы, о метеоактивности. И мы будем знать, какая сейчас погода на поле, либо на даче, и нужно ли поливать, либо собирать урожай. Также данная система поможет нам автоматизировать процессы. Это процессы полива, кондиционирования воздуха, если это касается вопрос теплицы. Ход выборов на всех участках подпильный увагой надзиральников – международных и внутренних. Апошни представляют как политические партии, так и громадские организации. Пришим, шмат, кто на участках, находится еще с начала детерминового голосования. Присутствовала каждый день на досрочном голосовании, поэтому наблюдала за процессом хода голосования. Хочу сказать, что на этом участке никаких замечаний я не могу выявить. Процесс голосования проходил в рамках законодательства Республики Беларусь. Хорошо был организован, доброжелательная, компетентная комиссия, которая занималась организацией этих выборов. Олег Шанцюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, Телерадо, компания «Гомель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова